Чипирование кошек и собак звучит пугающе. Однако такой метод для решения проблем с бродячими собаками практикуют в мире на протяжении 20 лет. И с 1 сентября этого года чипирование домашних животных станет обязательным в Казахстане. Чтобы узнать о всех тонкостях процедуры и получить ответы на часто задаваемые вопросы, мы сегодня приехали в восстановить сервис. Чипирование – это один из методов цифровизации. То есть сам чип из себя представляет уникальный код, который вживляется подкожно животному. Сама процедура безболезненна – это как сделать инъекцию. То есть ту же вакцинацию как минимум один раз в год каждое животное проходит. Это как минимум, я говорю, что та же самая процедура. Да, игла немножко толще, но в принципе процесс такой же, как и с получением любой вакцины. Это вылетворяем? Да, притомнивка, если нужно. Это отлично в почве. Как ее давать будем? Голуби, держи. Держи. Как зовут вашего питомца и как прошли процедуры? Страшно ли бы вообще отдавать? Как узнали новость, как восприняли новость о том, что животное нужно чипировать? Восприняли весьма нормально. Зовут его БИМ. Клинику, ему 9 равно. Клинику нельзя посоветовали. Решили пока бесплатно сразу сделать? Не страшно было отдавать питомцу? Да нет. Как бы новшество в Казахстане, что чипирование животных, привычно, непривычно. Боязни не было, что вдруг там какие-то последствия будут, сомнения может быть? Нет, не было такого. Как животное перенесло? Нормально? Нормально. Все, отлично. Спасибо вам. Спасибо. Счастливо, счастливо. Чем хороша сама процедура чипирования? То есть, этот уникальный код, который содержится в самом чипе, называется индивидуальный номер животного, он вживляется животному и остается с ним до конца неизменным. Чтобы его оттуда извлечь, из животного самого вода, это нужна полномасштабная хирургическая операция. То есть, там хозяин, там владелец взять, вырезать, убрать практически невозможно. Физически это исполнимо, но это большая кровопотеря животного. То есть, без специалиста это невозможно сделать. Не каждый специалист даже за это возьмется, так скажем, потому что это трудоемкая работа. Данную процедуру по бесплатному чипированию для населения мы начали со второго квартала 2022 года. По сей день мы проводим данную процедуру бесплатно. Когда услышали о чипировании, сначала были в недоумении, зачем это нужно, вроде жили нормально. Деньги опять с народа вытащить хотят, что ли. Но оказывается бесплатно, поэтому приехали сделать. Ну, наверное, что-то есть в этом. Ну, первое сентября будет уже платно. Да, да, поэтому у меня жена, быстро-быстро иди, потом платить будешь. Потому что в других местах, как я слышал, 6 тысяч, кажется, стоит эта процедура. Вот, ну, может быть, оно сейчас все идет в век цифрализации, поэтому, может быть, если потеряет собака или для переезда куда-то, ну, за рубеж путешествия, такие уже, ну, будет уровень именно цифровой. Ёшка. Так, а вот это вот. Ёш, Ёш. Ёш? Интересно, а могли бы Крайка просто рассказывать о том, чтобы чуть-чуть надо было, если я взял, что там, сейчас, допустим, так, как бы свое, отбешиваю, потом помарить, потом спиртом обрабатываю. Все. Ну, шаг первый. Спиртом обрабатываю место, куда я хочу везти. Сначала ввожу чип, немного оттягиваю кожу, холки, чтобы его умку создать, затем ввожу. Ну, спокойно. Все. Так, теперь, тих-тих-тих-тих-тих-тих, я сейчас потом не спорю. Теперь зажимаю на этот зажим, и оно должно ввести. Немножко оттягиваем, чтобы прошло. О, молодец. Не пискнуло даже. Дошло, да? Теперь сканер. 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 Ну это проверка его, контакт с этим, связать с чипом. Должен заработать, показать, что есть там, да? Вот она примерно здесь. Она гуляет, да, по всему телу? Она может двигаться, может. Двигаться под кофе, да? Так, теперь следующий шаг. Отбешется, ставим вакцинацию. Ставим его на ловне бедра. Ты собака страшная. Так. Собака страшная. Берем самое мясистое место. Все нам? Так, и колем просто. Чуть-чуть. Чуть-чуть, чуть-чуть. Нет, нет, нет. Это как комарик я укусил немножко. Все. Можете одеть уже. Самая хорошая собака. Некоторые интересуются, что можно ли не чипировать, а просто вот поставить бирочку животному, что просто будет больше. Да, многие интересуются, говорят, а почему именно чип? Ну, на этот вопрос я отвечу таким образом. То есть, кто-то говорит ошейник, кто-то говорит шлейка, кто-то говорит болюс. Болюс сразу автоматически я как бы для себя убрал сторону, потому что… Что такое болюс? Можете разослить? Болюс, ну, тоже в себе несет информацию с, так скажем, с GSM маркировкой, то есть там стоит сим-карта, там она отслеживается через интернет, где она все находится. Сам болюс напоминает, так скажем, приблизительно подобие бейсбольного мяча, ну, немножко поменьше, конечно, формы, где-то сантиметров 20-20 она в длину и в диаметре сантиметров 8-10 сантиметров, то есть это такая вот вещь, будет висеть на собаке или на кошке, это, ну, для меня это невообразимо, может кто-то и повесит, но я считаю, что это, да, на сельскохозяйственном животном, да, это можно повесить, да, это будет как-то там эффективность какая-то, но на собаке или кошке это, ну, неправильно как-то, я думаю. И болюс может снять, можно снять, а почему был рассмотрен чип нами, то, то есть его невозможно заменить, изменить сам номер, его запрограммировали под номером 0001, все, это животное, там, собака или кошка останется под этим номером, то есть владелец может меняться, но у этой, там, кошки или собаки этот номер останется до конца. Чип должен быть зарегистрирован в информационной системе. За сутки остановить сервис чипируют около ста животных. Сотрудники работают даже в субботу до часу дня. Напомним, что чипировать питомца бесплатно можно до первого сентября. После эта услуга станет платной. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...